Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики канала Амазония Андрим. На идее записания сегодняшнего ролика, а будет он достаточно кратким, меня натолкнул один из зрителей канала, который оставил комментарий под одним из видео, мол, ничего не понятно, каким образом у меня в аквариумах сделаны переливы. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать, собственно, из чего у меня сделан этот перелив, и рассказать, почему я сделал именно вот такой вот выбор. Собственно, когда я делал и проектировал переливы в своих аквариумах, а надо было мне их 8 штук, конечно же, основную роль для меня играла эта цена каждого перелива. Так как у меня их 8, и покупать переходные муфты там по 200-300 гривен, для меня это было достаточно затратно. И, полистав интернет, походив по строительным магазинам, я принял для себя решение делать переливы и полностью все сливы в самп из водопроводных труб и водопроводных фитингов. Друзья, как все это выглядит? Есть у меня, значит, вот такой вот фитинг. Это тройник для водопроводных труб. Все это дело, не надо ничего паять, оно все скручивается, раскручивается вот таким вот образом. То есть, все очень легко монтируется. Сейчас я вам покажу. Значит, есть у меня вот такой вот угловой фитинг. И еще один угловой фитинг. Значит, каким образом все это я собирал? Ну, скажем так, в моем случае я собирал следующим образом. Закручивал вот так вот через стекло. Вот здесь у нас проходит стекло. Эта часть у нас, значит, в аквариуме. Вот вы видите диаметр. Это у нас получается сливная шахта. И вот эта труба и шла уже сзади за аквариумом. Значит, от нее и шла труба еще к одному аквариуму. И там стояла точно такая самая конструкция. А в конце стоял, прикручивалась вот такая вот еще один уголок. И здесь кусочек трубы вверх. Для чего? Значит, когда мы подсоединяем вот таким образом, то вот эта вот, скажем, вот эта вот часть, она служит для того, чтобы развоздушить трубы. То есть, если бы у нас ее не было, а просто был бы, ну, скажем, вот перпил вот таким образом, да. Вот сейчас я вам покажу. Если бы у нас был просто слив, и вот так дальше идет сам. Вот, я надеюсь, вам всем видно, да. Ну, там, конечно, немного другая запчасть, но тем не менее. То здесь бы у нас образовывалась бы воздушная пробка. И это бы постоянно булькало, шумело, журчало и так далее. Значит, если мы делаем вот такую вот конструкцию, то есть, вот так, и еще к одному аквариуму, там еще одна вот такая вот такая же конструкция, и потом мы ставим вот такой вот фитинг для того, чтобы развоздушивать всю эту систему, шума у нас практически нет. Есть легкое небольшое журчание водички. Если же у вас не несколько аквариумов, как у меня, а всего-навсего один, вам хватит вот таких вот двух частей. То есть, значит, как их собирать? Сюда мы вставляем небольшой кусок трубы, чтобы он выступал, ну, там, на 1-2 сантиметра над аквариумом. И закручиваем сюда, вставляем трубу и закручиваем, зажимаем вот этим зажимом. Все. Значит, эта часть у нас в аквариуме. Вот так мы крепим все это дело через стекло. Вот здесь стекло. Значит, еще скажу такой момент. Я не стал заморачиваться никакими прокладками, никакими там, я не знаю, резинками. Я просто промазал вот здесь силиконом, здесь и здесь. И когда его зажимал на стекле, силикон сделал, загерметизировал все это. И, как видите, все работает. Ничего не протекает, все нормально. Значит, отсюда мы убираем вот эти все вещи и оставляем вот эту часть свободной. Все, здесь у нас кусочек трубы, он чуть-чуть выступает за аквариум. И отсюда труба опять же закручиваем, зажимаем трубу, которая идет уже непосредственно вниз сам. Значит, цена для одного вот такого аквариума, цена вот таких вот фитингов с трубами совсем будет порядка 100 гривен. Если в рублях, то это, если я не ошибаюсь, там, по-моему, 400 рублей, да? Вот, если в долларах, то это, ну, 3,5-4 бакса. То есть, фактически весь вот этот перелив для вас будет стоить 4 бакса. Значит, относительно мощности воды, потока воды, объема воды, который вот этот перелив через себя может пропустить час. Ну, скажем так, в моем случае один такой перелив справляется где-то с двумя, ну, до трех тонн воды в час. Проблема есть у него одна. То есть, вот это все вот идет, по-моему, 25-й диаметр трубы. Я не буду утверждать, не буду спорить. Либо 25-й, либо 28-й. Но есть проблема, что вот на этих соединениях здесь трубы немного заужены. И вот это вот самая главная проблема. Но, тем не менее, если у вас аквариум там литров на 500, и вы, скажем, хотите подавать в него там 3-4 тысячи литра в час, с учетом подъема воды, падения мощности у помпы, вот такого рода перелив, вам прекрасно справится со своей работой. Значит, чтобы сделать вот эту часть, которая у нас в аквариуме, ну, скажем так, более, ну, что ли, презентабельной, да? Все, вот эту резьбу, вот эту часть, ее можно аккуратно все срезать болгаркой. Я, честно говоря, этим заморачиваться не стал по одной простой причине. Глубина каждого аквариума у меня 40, прошу прощения, 60 сантиметров. У меня, как вы видите, во всех аквариумах черный фон. И если вы смотрели видео с моими аквариумами, то далеко не всегда вот этот вот слив, его даже не видно на черном фоне. Но, тем не менее, если у вас есть время и желание подзаморочиться, вот здесь можно снять болгарочкой всю эту резьбу, все аккуратно зашлифовать, и он станет еще намного привлекательнее. Если у вас в аквариуме мелкие рыбешки, для того, чтобы они не попадали сюда в слив, значит, можно сделать следующую процедуру. Взять черную сетку, ну, где-то там диаметром 0,4-0,3 мм, да, вот такая квадратная садовая обычная сетка пластиковая. Ее вот таким вот образом обтянуть вот здесь, и чтобы она выступала где-то примерно вот на такую высоту. То есть, опять же, ее видно в аквариуме не будет, но тем самым вода будет подниматься, если сеточка даже немножко подзабьется там растениями, или еще там какими-то там остатками корма, то уровень воды будет в аквариуме подниматься. Вы будете это все прекрасно видеть, и просто сняли сеточку, промыли и поставили обратно. Я же использую следующий вариант, то есть у меня как бы, ну, если и есть мелкая рыба в аквариуме, то это, как правило, малек. Я просто беру вот эту часть, вот вы видите ее, вот эту часть, я натягиваю сюда сетку, опять же, где-то там 0,4-0,5 мм, и просто зажимаю здесь резинкой и вставляю вот сюда. Сейчас, кстати, я вам покажу, как она выглядит. Вот, пожалуйста, как это выглядит все вживую. Вот видите, сеточка тонкая, ее даже, наверное, на видео не будет видно. То есть, вот я ее обтянул, сюда рыбка попасть не сможет. Все это дело мы вставляем вот сюда, и вуаля, водичка сливается, рыбка не попадает внутрь. Вот, друзья мои, как все это выглядит крупным планом. То есть, вот одна, переходник один, вот второй, который непосредственно идет уже в сам аквариум, и вот здесь вот прикручивается через стекло. Ну, и вот эти все запчасти вам, в принципе, не нужны. Вам нужны только вот, только вот эта часть. Но, опять же, если говорить о том, что вся эта конструкция будет работать у вас на один аквариум. Друзья мои, надеюсь, это видео вам будет полезным, и вы сможете что-то подобное сконструировать у себя дома. Если у вас есть другие соображения относительно бюджетного перелива для аквариума, рассказывайте, пишите об этом в комментариях. Я обязательно ваши все сообщения пролайкаю, чтобы они висели вверху, и все зрители смогли увидеть то, как вы делитесь своим опытом. Ну, а сейчас желаю вам всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok